Сводят с ума воплями из подвала. Жители многоэтажки в Челябинске пожаловались на школу пения, которая разместилась в цокольном этаже. Мотивирующие плакаты внутри заведения гласят «Не жди, когда в твоей жизни появится чудо, сотвори его сам». Вот клиенты и творят, сразу в микрофон. Как это все происходит, смотрите в сюжете. По словам местных жителей, от таких новичков и непрофессионалов, в школе пения нет отбоя. Ведь преподаватели обещают челябинцам сотворить с их голосом чудо. И если владельцы бизнеса получают от этого рейки денег, то вот жильцы многоэтажки одни страдания. Делать уроки, когда вот это, ну это просто нереально. Это непонятные звуки, совершенно непрофессионального, как говорится, происхождения. Это трудно назвать пением. Когда хочешь слушать музыку, ты ее включаешь. Если ты ее не желаешь слушать, ну, соответственно, хочется комфортно проводить время у себя дома. К слову, вот так это все слышно в самих квартирах. Невольными слушателями таких концертов становятся жители сразу четырех этажей. Ведь в школе совершенно не подумали о звукоизоляции. Видимо, посчитали затраты на нее лишними. А в разговоре с журналистами упомянули, что шуметь имеют право. Ведь все по закону. Мы не можем тоже подстраиваться под режим детей. В любом случае соседи, дети, которые... Ну, у нас рабочий режим с 10 до 10 часов. Максимум это 8 часов в последний раз, когда люди могут здесь заниматься. То есть, если брать даже по закону, до 11 часов мы все это прекращаем. А соблюдать режим каждого ребенка, каждого соседа сна, ну, к сожалению, извините, пожалуйста, мы все понимаем, но мы не можем это усмотреть. Так это или нет, челябинцы теперь хотят выяснить в прокуратуре и администрации города. Люди уже написали туда коллективные письма, но пока ответ не пришел. Редактор субтитров А.Семкин